Девушки отдыхают Девушки отдыхают В России живет с 14 лет Работает старшим менеджером в компании Туроператоре по Китаю Играет на Альте в струнном квартете Признается, что не обладает женской хитростью И всегда говорит, что думает В семье Ли Ян несколько поколений Не было разводов и она не собирается Нарушать традицию Хочет, чтобы ее будущий муж был из полной семьи Имел высшее образование И зарабатывал больше, чем она Почему вдруг русский парень? Ну, потому что я сначала училась в школе И там как бы были только они русские И у меня не с кем было общаться То есть все ваше взросление Проходило среди русских парней Да, сначала в Питере Поэтому вы, наверное, китайцев и не знаете, да, китайцы? Знаю, конечно Улыбка у нее красивая Да и глазки тоже ничего Выйдите замуж, останьтесь здесь Или захотите с ним уехать в Китай? Может, здесь и остаться Ну, а где бы предпочтительнее было? Ну, здесь и скорее всего Хорошо, у вас такая интересная история Мне даже не хочется о каких-то глупостях говорить Расскажите, потому что я когда читала, хохотала в голос Где вы такого красавца отыскали-то? У меня талант, видимо Сколько им было лет? Ему было 25, но у меня моложе на год Даже был моложе вас Да, у меня всегда были молоденькие Она хочет молоденького парня Мне кажется, ты подходишь Нет, это не я Нет, она хочет умного, а ты же мальчик Причем, что не курил, не пил, не кури Мне кажется, для ее внешности Не матом, не ругался Мне кажется, для ее внешности слишком много требований Слишком много Нет, для китайского мальчика немного Да, начнем с того, что он был без образования, да, ПТУ у него То есть, ну, пил, курил, матерился Еще и подворовал, как выяснилось, да? Ну, как бы не он, а его родители Ну, его так семейное А он даже этого не стыдился Расскажите вот историю про супермаркет Очень смешно, кстати У меня была большая сумка, но там ничего такого не было Положили все вместе в тележку И я как-то уходила смотреть что-то для себя Потом, когда, ну, выходя с магазина Смотрю, у меня почему-то тяжелая очень сумка получилась С магазина? Выходя с магазина Дима, ты нужна такая девушка, которая выходит с магазина? Почему она так хорошо говорит по-русски? Потом мы уже вышли, то есть через турникета И выяснилось, что у меня в сумке были какие-то воровные вещи А представьте, если бы вас охрана остановила Они бы ведь не стали разбираться, кто клал его родителей Или вы? Вас бы просто обвинили в воровстве Они бы, скорее всего, наехали бы на этого охранника Сказали бы, что он не знает о загон Что нельзя мне смотреть сумку Как нельзя смотреть сумку? Ну, потому что был один случай, что их и поймали И они сказали, что охрана, как бы, не знает о загонах Профессионалам, действительно То есть они уже знали правила на этот счет Слушай, ну, мне кажется, хорошо там муж, что наворовал Я смотрю, платье неплохое, зубы отбелило Правда, с волосами ничего не сделала А зубы отбелило? Да, только отбелило, но не выпрямило Ну, это вас не остановило Вы же его пригласили в Китай знакомиться с своими родителями Да И вот собралась вся ваша родня А у вас, как водится, один брак на всю жизнь Да Вы приезжаете с этим красавцем, и что? Вот мы приехали Нет, самое главное, что то отъезда Я с ним, ну, расковаривала Я говорю, якобы не прошу, чтобы ты прямо сразу женился на мне Но если мы сейчас поедем, значит, как бы все серьезно Мне кажется, она там что-то накосячила Сама поворовала половину Китая и приехала сюда В итоге мы поехали Приехали, его очень хорошо встретили Собрались все абсолютно Двоюртные, троюртные, абсолютно все И потом моя мама спрашивает у него Ну, конечно, через меня И говорит, ты подумай хорошенько Потому что у нас это прямо очень серьезный вопрос По поводу свадьбы, семья и так далее Ты серьезно подумай А он отвечает маме моей Я до сих пор помню эту фразу Если я серьезно не подумал, я бы к вам не приехал Вот И после этого он мне говорит А кто вообще сказал, что я женюсь на тебе? Чего же вы ему поверили-то на слово-то? Съездил за ваш счет За ваш счет съездил? Нет, мы напополам Но все равно Видишь, он испугался, испугался Значит, не любил он ее так, искренне, как должен был Его не должен был остановить тот Китай, который он увидел Значит, он все-таки не ее любил А трус, на самом деле, мне кажется, был Чем у вас научил вот этот опыт? Надо маму слушать Мама что говорила? Мама говорит, что нельзя слишком хорошо относиться к мужчине Как бы прямо Ну вот А от мамы-то, наверное, скрыли, да, что жениха больше нет? Чтобы не расстраивать? Нет, я ей все рассказала Потому что я сначала очень долго скрывала Потом просто у нас был Новый год скоро И бабушка позвонила, специально сказала, что ты приезжай вместе с ним Мы вот вас и ждем А я очень долго думала сказать, не сказать Я сначала посоведовалась с мамой А мама сама поится, бабушке это сообщение Бабушка уже старенькая Ну не то, что старенькая, просто для нас это... Не поймут Не поймут Вы одна дочка, да? Да В семье, ну естественно Я и себя опозорила, и вообще всех опозорила Да, и естественно, вся надежда на вас Она, во-первых, высокая Для китаянки это не обычная Но зубки у нее отбеливаны Как украинка Возможно, да? Ну то есть она такая не широкие Китайско-украинские корни Как бы плечи Китайско-украинские корни Жгут А мама не говорила, Лиян, брось эти глупости Найдем давай тебе среди своего понятного Нет, мама сказала Он же хороший мальчик Он же мне говорил, что... Он же серьезно подумал Мама тоже наивная Нет, она пришла опять за русским парнем Ей понравилось, мне кажется Она хорошая жена декабриста будет Она говорит, может быть, ты что-то не то сделала Может, ты виновата Может, ты себя вела нехорошо А вы сами себя чувствуете и считаете виноватой? Ну, может быть, и 50 на 50 Потому что я считаю всегда в отношении Не может быть один человек виноват То есть даже в такой ситуации Вот смотрите, Лиян, в отличие от Китая В России не то, что каждый второй брак распадается А 70% браки повторные А вы хотите непременно мужчину из полной семьи Откуда же его взять-то? Понимаете, можно я скажу историю? И почему, да? Допустим, у нас, если мужчина хочет развод Значит, изначально он должен взять справку с работы У своего главного генерального директора Или там кого-то, начальника Потому что считается, если ты мужчина Не можешь даже какие-то решать Семейные проблемы с одной женщиной Или там с детьми Что ты еще можешь делать Ну, это у вас Здесь все совершенно по-другому Женился, развился 15 любовниц Все про это знают И вы это знаете Потому что это считается нормой Ну, хорошо, вы знаете такую поговорку Со своими молитвами в чужой монастырь не ходи Я понимаю, вы выращенный цветок В определенных условиях И тут взяли сами себя, выдернули И бросили куда-то на север снега Послушайте, ну здесь все по-другому Пока будете искать мальчика из полной семьи приличного Знаете, сколько пройдет времени? Ну, мне кажется, все равно такие есть же еще Ну, если... Ну, и платье у нее неплохое, в принципе Платье я себе возьму А ты гражданство договорились А ее без платья мне отдашь, да? Давай под столом, что никто не видел Заключим Давай, пари все И Ян, ну ведь вы тоже не по особой любви-то хотели замуж Просто вокруг все подружки Уже замужем, детки А в Китае женятся рано И вы думали, вот мне уже там 24, 25, уже пора, да? Ну, слава богу, что вас, да, отвело от него? Да, я сейчас сижу вот здесь Потому что это было давно, ну, как-нибудь тоже давно Месят 3-4, может, назад Я просто сейчас счастлива Слушайте, ну ведь хорошие мальчики В консерватории ровне вам Вам есть о чем поговорить, что совсем не нравится? Ну, вы знаете, когда я училась, мне просто не до этого было А сейчас чем зарабатываете? Я, у меня концерты бывают, у нас репетиции, вот и подружки У нас, как бы, квартет, мы уже давно играем Еще в офисе сижу Наверное, хочется крепко тут обосноваться в России Зацепиться за какого-нибудь богатого русского парня То есть ты номер один? Я пока еще не особо гордый Пока еще нет, но у тебя все с шансом Вот вам тест, чтобы понять вообще, действительно, у вас это уже диагноз Подбирать все, что не попадя Вот вы идете, мужчина хочет сделать вам подарок Ведет в ювелирный магазин Вы выбираете, как я понимаю, какое Вот если выбор между дорогим кольцом, допустим, и, ну, средним Вы какое колечко предпочтете? Самый дешевый Это все вот эта китайская тема Дешевое то, дешевое это, нет Рассказывает про отношения Дешевый автомобиль, дорогой, давай купим китайский автомобиль Как они у вас называются? Я не знаю, но давай купим Дешевенький Назовем его иномарка Выбираете самое дешевое А раз и денег не хватает Вы добавите? Конечно, я же добавляла раньше Ну вот, а чего удивляться тогда? А ваши подружки наверняка бы сразу бы развернулись бы По лбу бы еще дали бы этому жениху Ну, потому что... Развернули эти тесты, публикуют вот этот вот тест А я просто мне... Нет, я прочитала из ее истории У нее была с предыдущим такая же Думаю, может быть... Она говорит, сделала выводы, теперь уже не буду Вот, пожалуйста, буди А мне кажется, приходить в магазин с мужчиной И выбирать самое дорогое кольцо Это дурной тон, поэтому я с Лиан согласна Но она берет самое дешевое, не среднее, допустим Она же, не она же его селкома В этот скромный, национальная черта китайцев Конечно, да еще и денег-то платит Конечно, а потом она удивляется Что же это за ее счет везде катается? Знаете, Лиан, я так думаю, что можно пойти в магазин Выбрать дешевое колечко, можно выбрать самое дорогое Редко, когда это, ну, как бы характеризует его будущего избранника Она морально подкована всеми, да, качествами Ну, скромненько, то есть не забегает вперед высоко В какую сторону, не посмотрите точно Вот какой не нужен вам, ни за какие деньги, мужчина? Не нужно Я хочу, чтобы, во-первых, самое главное образование Потому что я почувствовала, что это все равно не то Я раньше думала, если любим друг друга, это не важно А сейчас... Выяснилось, что важно Да Не, что хорошо, что идет сумасшедшая энергетика именно от нее, да И спокойствие То есть нет тревоги Есть только спокойствие такое То есть все осмысленно Все действия, все мысли Все ее, как бы, шаги, они осмысленные А образование нужно для того, чтобы он карьеру хорошо построил? Или все-таки... И то и другое А, и то и другое То есть просто трудолюбивый рабочий вас не устроит? Или устроит? Или устроит Если он работает, если у него есть цель в жизни, это прекрасно, я считаю Сколько детей хотите? Двое, может, даже трое А если у него уже будут дети от предыдущих браков? Я думаю, что... Разведенный нет? Нет То есть разведенного не... с буйным таким прошлым не рассматриваем? Нет Почему? Потому что... Ваши родители не поймут? Нет Мне кажется, жалко просто этих детей Потому что у него потом будет и мои, и будут и свои Он же не может, и все, любовь дать только одну или другую Ой, это мужчина-то ради бога Так у него там, знаешь, сколько таких детей, на всех любви хватит А почему? Очень правильно, Росс, мне кажется, мы первый раз услышали очень верный аргумент Мужчина не сможет свою любовь делить между одними и другими детьми А это важно А если мужчина и не собирался любовь делить, зачем такой мужчина нужен? Мне кажется, что это важно Еще, мне кажется, энергетика именно папина То есть постоянно, чтобы папа был рядом Может, он даже, как бы, не общаться, ничего Но чтобы вот этот... Но это же не ваша забота Это его прошлая жизнь Что делать? По-всякому складывайте Наверное, у восточных женщин хороших женат Но наши четырнадцать лет уже здесь живет Она может самостоятельно есть Самостоятельность есть, как у любого, который приезжает Девчонки, к вам вопрос Вы дружите, да, с Ильян? И что в ней такого особенного? Почему она подружка? Какая она? Приживется, нет у нас? Если выйдет за русскую Я думаю, точно приживется На самом деле, самое то, что мне в ней нравится Что она никогда не строит из себя никого Она вот как с нами разговаривает Так она и будет разговаривать с другими Она не будет там, скажем, на работе Стараться показаться лучше там Ну, вы меня понимаете, да? Ходить там к начальству Просто душно Да, она как думает, так и говорит А это в нашей жизни приемлемо? Сегодняшнее, современное Ну, да, смотря для чего Просто это же тоже можно Более грубой форме, скажем А можно более мягче Ну, наверное, можно сказать одним словом Что она не лицемерит Вот, то, что ты любишь, кстати Она не лицемерка Да Как вы отдыхаете? В клубы ходите? Когда как Танцуем Да, а как мужчина на нее реагирует? Она же такой экзотический цветок Больше как друзья все к ней относятся Она как свой парень Почему? Ну, это смотря с кем Все равно же на нее тоже очень много людей Обращают внимание Потому что целомудренные Они понимают, что на ней либо жениться, либо никак Ну, да Слушай внимательно Эта девочка не для развлечений Не для развлечений Нет И так все понятно Там все серьезные Все серьезные отношения Все будет серьезно Ну, ясно, девчонки Я считаю, что уже можно и советовать Да, и начинать знакомиться Здесь надо очень четко Сытая жизнь – это один мужчина Другую жизнь хотите, интеллектуальную Другой мужчина Вот мне кажется, все-таки нужно мужчину брать У которых очень четкие традиции Именно традиции, похожие на вас И характер, чтобы был более-менее спокойный Мне кажется, в таком случае вы приживетесь, в общем-то Спокойный, наоборот, да, характер? Да, мне кажется, спокойный характер Ну, такой четкий, понимающий Кстати, я не против парня, который будет хорошо зарабатывать И будет из простых, как говорится Просто мне иногда еще не очень хочется, чтобы он намного больше зарабатывал Чтобы я себя почувствовала как-то ущерпанно немножко Ой, ну тогда вообще Вайс-15 автобаз, как ты любишь говорить Вы же женщина А если он потом другой найдет? Ты знаешь, мое чувство подсказывает, что это девушка твоей мечты Василисочка Вы не зря приехали в Россию В вашем гороскопе Луна В вершине того квадрата В Тельце, в 12-м доме Вообще говоря, это часто толкает человека к скитаниям по разным странам А Россия во многом имеет отношение именно к знаку Тельца Смесь Тельца и Водолея Я считаю, что вы попали по адресу Лучшие годы своей жизни вы точно способны провести именно в России Поэтому здорово А вот по поводу национальности мужчины не уверена Важнее типаж и темперамент Вам очень нравятся яркие, эгоцентричные, демонстративные молодые люди Вам очень нравятся активные И вы ждете, что вас будут завоевывать И поэтому, к сожалению, потом мужчина может не учитывать каких-то таких тонких переливов в вашей душе Ваш мужчина, вообще говоря, артист Не обязательно он должен стоять на сцене Даже наоборот Вот вообще люди искусства, они делятся на два типа Есть те, кто притягивает внимание к себе Это именно артисты, шоумены, те, кто стоят на сцене А есть люди, которые создают какой-то продукт, который притягивает к себе внимание Это музыканты, художники, фотографы То есть они предлагают любоваться как бы объектом своей деятельности Результатом своей работы Вот нужен коллега, но который будет не эгоцентрического склада Не артистического именно, а художник в широком смысле слова Человек, который будет увлечен творческим процессом Мне нужна такая Миленькая, миленькая Мне нужна такая сумасшедшая После рекламы женихи покажут, кто из них достоин внимания невесты Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в студии Ли Ян Идите и знакомьтесь с первым женихом Здравствуйте, Ли Ян У меня зовут Александр, потрясающе выглядеть Это вам Очень приятно, спасибо Спасибо Проходите У меня даже по комплекции подходят друг к другу Хорошо смотрятся Он такой весь подтянутый, накачанный И она такая Здравствуйте, Александр, с кем вы пришли? Это мы друзья Анна и Сергей Давайте познакомимся с вами по-буду Посмотрим утром Александр, 25 лет Страховой агент 9 лет посвятил военной карьере Дослужился до лейтенанта Занимается легкой атлетикой Читает психологическую литературу Ходит в театр Мечтает побывать в Китае И стать публичным человеком Возлюбленная Александра делала ему замечания При посторонних людях И опаздывала на встречи Приняв решение расстаться Сделала это красиво Надеется, что Лиян хорошо воспитана Александр, а что это вы пришли с двумя цветочками? Ну, два цветка Это же четная Да У нас же не принято Не, ну просто в Китае Это древние традиции, ритуалы, да Это я воплотил как бы как и не я Это идиллия, гармония Единство двух началов Правда? Лиян удивился Это так есть? Ой, я первый раз услышу на самом деле Но все равно спасибо Да, пожалуйста Первый раз услышу Я же говорил, она украинка Вот вы в анкете написали, что когда были маленьким, вам медведь на ухо наступил А тут вы сейчас собираете свою пластинку записывать Это получилось спонтанно, потому что я как бы в семье поздний ребенок, да И может мои все качества, которые были закрыты, они после какого-то промежутка времени не раскрылись Он какой-то красный Что он так краснеется, что он там, что-то съел, что ли? Янь съел Может, у него аллергия на розы Пойте! Александр, докажи, пойте Луч солнце золотого тьмы скрыла пелена И между нами снова вдруг выросла стена Спасибо Лучше расскажите историю, как вы с девушкой решили расстаться и как вы это все обставили красивенько Ну, у меня есть военный стержень, то есть есть какие-то качества, пунктуальность, надежность, ответственность А человек не хотел к этим качествам привязываться Она все время опаздывала Да, да Вас это раздражало А еще что в ней раздражало? У нее была пагубная привычка втайне от меня покуривать А я нашел себе силы после 8 лет этой пагубной привычки Я смог сам бросить Но она же свой род курила, а не ваш, господи боже Пагубная привычка Да потом, вы 8 лет курили, курили, могли бы понять Сами бросили, но она пока не смогла И опряталась там, потому что она вас боялась, и я прячусь все время Послушайте, не про это Она вам ничего бросила А в ресторане назначили ей свидание Да, да, конечно И она сидит дурой, думает, вот сейчас вы бабах перед ней на колене-то с колечком Ну да, а я... И вы практически так и явились, с цветами, с улыбкой Да, это было, но самое интересное, что я не люблю ни с кем расставаться так спонтанно Конечно, вам же спокойнее жить, когда вы хорошо расстались Девочки, а скажите, пожалуйста Не важно, что девушки... Потому что у меня на душе будет то, что я... Она-то как отреагировала? Она удивилась, она удивилась Ну, конечно Она удивилась, но я уже не мог свои мысли назад вернуть Уже у меня... Девочки, вот скажите, вот приходят к нам невесты и плачутся Вот он такой, взял, расстался со мной по смс-ке Плохо Мужчина взял, да вот так красиво все в ресторан Ну, последний, как говорится, гастроль Тоже плохо Как надо расставаться тогда? Но он же не просто так расстался, вот так эффектно Ведь хотелось же надрыва, страстей, чтобы она рыдала Чтобы это было публично, чтобы все увидели Ведь так лично, воровато, тайно отправить смс-ку Будешь чувствовать себя неудовлетворенным, как бы недовысказанное отношение Так можно публичный скандальчик устроить, учинить Дима, это как ты, расстаешься по скайпу, видишь, учись Некоторые по смс-ке расстаются Ну, в принципе, наверное, ничего ведь ей не обещали? Ну, конечно, не обещали Хорошо, перед вами сидит Ли Ян Девушка экзотика Родители ваши как отреагируют, что из Китая? Ну, они будут рады, что у меня будет семья На халяву в Китае сидят С двумя цветочками То есть вас никак не смущает? Конечно, конечно Нравы, обычаи постараетесь изучить, узнать, понять Всю мою небольшую жизнь мне нравились, я не мог понять, почему Восточные танцы, восточная музыка, восточные девушки Да, так бывает Все вот эти глубокие Глубокие какие-то мироздания А у вас и красные, раскосые такие Явно точно кто-нибудь там бабушка, наверное А для вас же нетипично, да, вот такой рост, как у вас Вы прям, наверное, не похожи на своих соотечественников Да, все так говорят, что слишком высокая, наверное Высокая Неудобно А кто у вас высокий? Папа, мама? Я просто раньше плаванием занималась в команде То есть, ну, год четыре профессионально И за это, скорее всего, вытянула И потом у нас плохие продукты, все с нитратами Все с какими-то антибиотиками Поэтому вы здесь как В таком возрасте вытянулись Он, может, ей не понравится сейчас Ну, не знаю, она же хочет крупного мужчину Чтобы она ее защищала Он как раз такой, он вызывает такое чуть-чуть За ним можно так спрятаться Спасибо Александр, вы сейчас с отцом живете Да Матушки-то нет, царство невестное, да? Да А как вообще, ну, понятно, что хозяйка в доме нужна-то Да, конечно А значит, у нее должно все быть в порядке с руками, я имею в виду Готовить должна уметь Я хочу сказать, я никогда не требую от человека Именно, чтобы он был у плиты, да, занимался именно хозяйством А кто же это делать-то будет? Вместе Мне кажется, он не уверен вообще в том, что он хочет от этой жизни Кто главный в семье? Мужчина, женщина? Конечно, мужчина Ну, так и занимать себя мужскими делами, деньги зарабатывать Она сама подсуетится и все там помоет, постирает Зачем вы сначала говорите, мы все вместе-вместе, а потом быть упаханы, приходить с работы А там недожарено, недоварено, все грязно Чтобы жена тоже активно работала с ним наравне Чтобы жена работала и тем самым не было деградации, чтобы тоже развитие было А что в семье мужчина должен решать единолично? Единолично? Вот во что не будете посвящать свою жену? И во что вы не будете посвящать своего мужа? Посвящать надо вовсю Мне кажется, должно быть доверие Ну, а зачем вам знать, извините, какое количество пар колготок она будет покупать? Ну, это вещи, конечно, это мелочи Не, ну мы же про это и спрашиваем, а потом мозг будете выносить Сколько купил, сколько купила, где купила, за сколько купила Не, ну, конечно, какие-то серьезные вещи, которые решаются, бюджет, какие-то там А вы знаете, сколько колготки стоят? Смотря какие Вот я, а я про что? Разные цены А я про что? Потому что у вас зарплат не хватит Да ладно Ему, короче, уже до хрена лет, ничего он не делает Я не понимаю, они... Он просто хочет себе жену, китаянку, чтобы уехать в Китай А давайте-ка на сюрприз посмотрим Да Спасибо Я знаю, что в Китае есть древняя церемония, это чаепития Я хотел бы угасить вас шикарным чаем И чтобы вы расслабились и получили какую-то ауру Востока О, давайте попробуем, посмотрим Только обычно чай пить очень долго, там по три часа Ну да, но мы долго не будем Да все, у них уже любовь, флюиды, все, они подходят друг к другу Ну только вон красный, а она белая Это классно, и не я Я хотел бы подарить маленький талисман, талисман долголетия, вечности и бессмертия Вот, черепашечка Я надеюсь, она тебе принесет долголетие и любовь и счастье Она живая, что ли, Александр? Да, конечно, живая Знаете, если она была бы побольше, можно было бы из нее суп все делать Моя девочка, конечно А так супчик на ужин Александр, проходите с друзьями Спасибо Проходите в свою комнату Саша, ты молодец Саша, ты молодец Ты тоже молодец, просто молодец Девчонки, ну как вам? Александр очень симпатичный человек, и он это знает Очень, очень ухоженный А глазки какие у него? Ногти блестят, глазки раскосые Все восторг от меня, а я от себя Очень ухоженный, Саша Обратите внимание, Саша Саша очень ухоженный, слушай Хорошо будет ухаживать, но я думаю, если, когда он добьется, ему станет это неинтересно Он такой забывательный, мне кажется Все от нас, от женщин зависит Мне очень понравилось, что она так несерьезно относится к ритуалам, которые в Китае очень несерьезно Сказывается, сказывается Опять же, можно решить Несерьезность сразу Да нет Что вы скажете? Я скажу, что очень хороший мальчик, потому что он так прямо подготовился Носился хорошо, очень серьезно носился Я даже на самом деле не ожидала Вот, и отличная челепашка Слушай, вот сейчас я это когда-то заметила То есть это хозяйственность То есть любит готовить Не умеет Я не буду голодным Да Мне очень нравится вот такая Такой романтик у него Прям вот Показатель того, что Все-таки Должен был сделать женщину несчастной Ну, по крайней мере Ну, вот пилюльку-то подсластил Сумеет сделать Ну, вот насколько он вас доставит Представляю, она сидит, курит Нога на ногу Думаю, сейчас мой-то, Санек, нарисуется С кольцом и с предложением Сидит дура Я как с ее лица Это несчастная улыбка сползала Как Ой, бедная девочка Зато поел напоследок Как тебе? Ну, конечно, ярко выраженный эгоцентрик И весы с львиной луной Мужчина, который Всеми силами, всеми средствами Готов привлечь к себе внимание Это может быть жена восточной внешности И он под этим видит какой-то особый тип отношений Эмоциональности Ему кажется, что именно с женщиной восточного типа Отношения будут по-настоящему непростыми Но, как ни странно, астрологически Это неплохой для вас тип Поэтому я бы не только над ним смеялась Но и, в общем, смекала и примечала Из этого мужчины может выйти толк В отношениях с вами, в общем Давай поженимся теперь вашу мобильную Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Новое свидание через несколько минут Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Лияна Идите знакомьтесь со старым женихом Удачи вам Привет Меня зовут Денис Твоя улыбка просто покорила меня Очень приятно Спасибо И он ей понравился Он ей понравился Тут самое важное, что он ей понравился Она его увидела Здравствуйте, Денис Вы с кем? Я вот с Кириллом, с Михаилом Друзьями Очень приятно Давайте нас посмотрим Денис, 26 лет В прошлом пел в ресторанах Сейчас руководитель юридической компании Собирается вывести ее на международный уровень И зарабатывать миллионы Мечтает гордиться своими детьми Возлюбленная Дениса была замужем И говорила ему, что не будет разрушать свой брак Но вскоре после расставания подала на развод Надеется, что логика поступков Ли Ян будет ему понятна Да Вот мне только логика ваших поступков непонятна Среди такого количества незамужних, молодых, красивых Как вас угораздило влюбиться в замужние? Ну, сердцу не прикажешь У вас-то все начало это еще со школы, да, мутиться? Да Рассказывайте Она была у вас старше? Да, она была старше меня Я учился в восьмом Она в одиннадцатом классе Вот тогда я для нее был еще молод Вот Но спустя несколько лет После окончания школы Уже после окончания университета Мы случайно с ней познакомились Не познакомились Нашли друг друга В социальных сетях Начали Но она вас запомнила, что-то все-таки в этом мальчишке было Ну да Вас, я имею в виду Да, запомнила она Начали бурные общения какое-то по телефону Пацан подрос Она вас сообщила о том, что у нее тоже, в общем-то, жизнь не стояла на месте Она замуж вышла, дитё родила Ну, да, она сообщила, в принципе, об этом Вас это не остановило? Но она сказала, что у нее просто в семье не очень хорошо все складывается Он вообще спокойный Прям как удав Да, да, да Сильно, знаешь, сильно такой прям Такой, ну, брутал такой, знаешь, скажем Да, такой, знаешь Да, знающий жизнь А вы спасти ее, что ли, решили? Или осчастливить? Почему спасти? Просто А вот мне просто интересно мотивация Вот мужчина свободный, зная, что замужем женщина Любовь первая Реализовал юношеские стремления Представляешь, сколько там было нафантазировано ведер Фу, о чем я говорю Да Представляешь, сколько? Ах, махааа А тут вдруг вот она живая, пожалуйста Ну да А то, что это чужая? И увиделся, где, да кто думает, она была чужая А то, что она была чужая жена Это при любопытности О, да, конечно И вот вы с ней встречаетесь Она к вам куда-то приезжает Нет, я приехал Я сам из Сибири Вот, приехал домой А тельце у нее уже покоцанное временем тогда? Да нет, но она неизможденная Я так поняла Ничем у нее не покоцанное Неизможденная она жизнью с мужем, нет? Да нет, в принципе Все как в школе, только отдает еще при этом Я имею в виду Только при этом она еще и дает возможность с вами встречаться Доступ к телу, я имею в виду Да? Вот, потом мы с ней, значит Это было в январе Январские там праздники новогодние То есть пообщались, я уехал Две недели аж Ну где-то там А мужу что сказала? А мужу? Что к тетке в деревне? Да нет Здоровиться подправить? Ничего не сказала Он даже пришел к ней, а на нее не смотрит Как-то так, ты тоже на нее немного смотришь Я очень много Вот этот акцент Вот хоть Ну ты вел диалект Я раз на нее, даже на вас пару раз думаю Внимание раз Мне еще Антон говорит О, нормально, все нормально, Александр Через полгода поехали вместе отдыхать А опять муж где? Рогоносец наш Что он делал? Дурак Я не знаю Жену на воду отпустил Муж работал А муж, наверное, тоже там где-то с другими общался Муж горбатился на всю эту семью Ну понятно, но у Денис И вот вы с ней съездили И уже расставаться как по-живому Ну да Говорите, забирай ребенка Ну я, в принципе, звал в Москву А что она дура? Не поехала в Москву? Ну, у нее она привыкла к обеспеченной жизни У нее там все хорошо складывается Слушайте, либо молодое красивое существо Вот как вы, Денис Либо бабки Здесь двух мнений быть не может Вы знаешь, даже видно, что юрист Бумажки все это вот Он будет перебирать, знаешь Проходя домой, уставший с работы Даже, может, слегка раздраженный То, что у нее там что-то не получилось Ну да, да, да И вы с ней расстались? А как узнали, что она все-таки от мужа ушла Но вышла замуж за другого? Ну потому что... То есть вы продолжали с ней там, да? Маленько общаться, да Маленько общаться, да Маленько общаться Ой, мама А как она объяснила-то свой гнусный поступок? Почему не за вас замуж, а за другого? Как объяснила? Ну объяснила, что... Что типа хороший ты мальчик Но хочется уже жить хорошо Да В принципе, это главное Какая гадость? Сразу разлюбили? Ну, в принципе... Еще маленько пописали Конечно Маленько пописали, да, и разлюбили Все в прошлом Ну вот такая была история Ну что теперь делать? Была и была Правильно? А вот вам теперь уже аж 26 лет Ровесник, льян Красавица Красавица Цветок А что погрустнел ты так? Красавица Что-то уже там в голове В голове что-то уже, да Какая-то работа мозга идет Или свою вспомнил так Из сердца Да нет, не вспомнил Думаю, сейчас приду опять Разыщу-ка я свою Пожалела мужа, наверное, этой девушки А вы ревнивая? Я, ну, не знаю, когда, как Ну, будете отслеживать, не с кем он там общается? Некогда мне По ночам некогда? По ночам надо спать, чтобы работать на втором день Но ей очень сильно он понравился Прям сильно улыбалась Она хоть ожила И он еще говорит то, что она хочет услышать А это очень важно Как скоро готовы жениться? Жениться? Ну, прям по-настоящему Я думаю, что, чтобы жениться Надо с человеком Как минимум Год-два Пообщаться Три, четыре Ну, два 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 доставки Не меньше двух лет Да Но вы понимаете, что с Лиян у вас не удастся Поехать куда-то там В Геленджик и затусить на пару недель? Почему? По хачану Потому что Лиян только на серьезные отношения Ведется То есть, либо жениться После жениться Нет, либо серьезно Либо действительно строить отношения Не на две недели, а на перспективу Но хотя бы пытаться их строить Либо никак А вы когда детей хотите? Пытаться-то можно А что это такое сейчас? Нет, просто мне интересно Если человек там В ближайшие пять-шесть лет Детей не хочет То это уже Ну, как бы Я думаю, что Лиян уже хочет В ближайшем будущем Семью и детей Ну, два года Это не пять-шесть лет Да Нет, ну через два года Я так поняла А там как раз и получается Значит, год встречаетесь Свадьба Нет, он сказал два года Он сказал, что два года Плюс девять месяцев Это уже три года минимум Вот, о чем мы речь Поэтому, либо сейчас мы, значит, сговариваемся И, ну, что им серьезное Под нашим чутким руководством и контролем Недовина, парни Через год, это потом дети А как с ними еще? У нас, вон, девчонка Не замужем Завтра Нет, именно так примерно А что это он такой пугливый-то Ну, жених, да, может, не плохой Знаешь, там тоже коррелист Это может быть плохо Хорошо, может, ей это нужно Но, мне кажется Он не включил Вот в это Неграмоту То есть он пришел Ни цветов, ни милитарного внимания Ни знака внимания Женщине, что там нужно Не, ну, поцеловал ручку Ну, поцеловал Что такое поцелуй? Покажите сюрприз Сюрприз? Я решил подарить тебе песню Специально Не свою собственную, конечно Но спеть для тебя песню Спасибо Я ведь жил всегда На грани иступления Я ведь жил всегда На грани тишины В жизни крик Вдруг И словно озаренье Я нашел тебя Среди зимы И ты пошла Со мной Мне с вами Они прекрасны Да, они очень талины Она какая-то деревянная Смотри, он поет от души прям Глазки делает вот так Я уже вижу их детей Да? Такие маленькие, смешные Разрушить зала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо Спасибо Спасибо, парни Проходите в свою комнату Вот так ты нормально Хорошо выступил Я думаю Тебя очень хорошо Оценили Потому что Ты выступил мужиком Нормально Плохой, опасный мальчик Да ничего подобного Хотите в отношении Вот хотите Яду Хотите адреналина Хотите пострадать Хотите сходить с ума от любви Правда потом будете несколько лет Лечиться от этого Я имею ввиду морально Вместе с этой женщиной Не слушайте Нет Хороший мальчик Футбол занимается Фито значит здоровье Амбиции Смотрите какие есть у него Он же фирму хочет Собственно говоря Вывести на миллион Что говорят А он собственно говоря Делает Верю ему Опасный Опасный мальчик Если вы с ним куда-то поедете А свадьба даже не может поперечь Но поедете И в эти отношения влезете Василиса что вы скажете Сластолюбив Действительно на большое количество женщин Способен обращать внимание Но дело не в этом Он не обладает Но такой какой-то ярко выраженной харизмой И действенностью Это не тот мужчина Который действует впрямую Он всегда будет действовать из-под тяжка Это Марс в знаке рака Он всегда может Где-то из-за спины Где-то подговаривая Может быть через друзей То есть он не из тех Кто принимает решение сам Но я могу сказать Что с такими мужчинами В отношениях женщина Может принимать решение Иногда это приятно А женщине огненного знака Такой как вы Ну наверное это может быть даже удобно Потому что вы решительные И вам может быть было бы удобно За мужчину принимать решение Ровно те, которые нужны вам Решение будем принимать вместе Но в большей степени Ты будешь лишать Куда мы пойдем Как мужик сказал Да, надо стукнуть по столу И сказать, кто хозяин Но он правда сложный И мужчины этого типа Обессиливают Женщина очень много Вкладывает И не видит от него Какой-то активной Яркой реакции Отдачи И вот это может лишать сил Ну а во всем остальном В общем нормальный Обычный парень В общем если хотите В старости Можете вспоминать что-то Идите в эти отношения Будет что вспомнить Поверьте мне Впереди у нас Третий жених И судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся Я предлагаю Ильям встретиться С третьим женихом Проходите Здравствуйте А ничего А нет это по-японски Это по-японски Здравствуй Здрасте Какой прыткий Смотри Ну-ка быстро за стол Немного выше чем я думал Ну да Здравствуйте Вот кто сладкий На самом деле С кем вы? Это Кристина И Любовь Давайте нас посмотрим Дмитрий 27 лет Был преподавателем Аэробики Барменом Менеджером Играл в мюзикле Сейчас пишет сценарии К полнометражным фильмам Театральным постановкам И видеоиграм Мечтает стать режиссером И построить свою деревню На Алтае Дмитрий 4 года Содержал гражданскую жену И ее ребенка Но как только его доходы Сократились Ему указали на дверь Надеется что Ли Ян Интересует не только деньги Какая жестокосербная Как все точно Да, женщина Вот мы все такие почти Кроме меня То есть пока были деньги Пока был папа Золотые прииски Да? На самом деле мы жили Очень хорошо И это был переломный момент А вы жили на ее территории? Мы жили на съемной территории А она с ребеночком была почему? У нее был гражданский муж От которого у нее был ребенок Ребенок Прекрасная девочка Вообще сама невинность Где же познакомились с ней? В ночном клубе Ну, конечно А где же еще переживать-то Такие страдания? Я был барменом То есть я обслуживал и видел множество Хорошенький такой Множество людей Она бармен Стояла, да? Да Она так и сказала А я уже написал свой телефон Написал Позвони мне И частенько так практиковал? Ты нет теткам? Нет Один раз Это был единственный Единственный раз А у меня было много таких Хорошо И вот Значит, вы такой молоденький бармен Закрузили роман с женщиной Она была старше вас? Она была старше Но на один месяц А когда деньги-то закончились? Деньги закончились Когда я попал в такой переломный период Я всегда хотел быть ближе к кино Но занимался компьютерами То есть Алкоголем Но барменом Нет Ну Я работал три дня, кстати, барменом Это была какая-то судьбоносная встреча Короче, поменял профессию Нормальную, приличную Которую папа, можно сказать По наследству передал И решил заняться творчеством Как мой муж говорит Лишь бы мне работать Непонятно Была ли любовь же? Была ли любовь? Может, он ее насильно забрал С той семьи Если она от него ушла Не имея денег Она же к нему ушла Зачем не имея любви Через сколько деньги кончились? Вот меня про деньги-то Очень заинтересовало Ну смотрите Мы жили с ней четыре года Ну четыре с половиной даже А деньги закончились Через год Где-то так Еще два года Она меня поддерживала То есть всячески Она тоже работала Да, что вдруг выстрелит Он Вроде кажется, да, такой, да А внутри что-то скрывает Скрытно Хитрый, хитрый такой, да Хитрый Уже все перегорело Не встречаетесь никак Готовы к новым отношениям Я очень скучаю по девочке Которая росла вместе с нами Сколько девочке сейчас? Тогда я была четыре Двадцать Сейчас лет девять, наверное Когда расстались со своей женщиной Не сказали же, ребенок ни при чем Мне бы хотелось хотя бы изредка встречаться Она позволяла Ну, встречались какое-то время? А зачем ты? Не-не-не-не Не расписанные А она что, собачка девочка эта? Он четыре с половиной года Отдавал ей свою любовь У них были взаимоотношения Так это он с мамой развелся? А ребенок при чем здесь? Не-нет Мы, ну как Мы официально не были женаты Какая разница? Ребенку-то по барабану Есть там у вас штамп в паспорте или нет? За него девушка будет решать решение принимать Какая-то виловатое Манерный такой при этом На шопинг с ним сходить можно, да? Да Может подскажет, как приодеться по моде А что предложить-то можете? Что-то я так не поняла Профессия была нормальная, денежная Вы решили уйти от нее Сейчас у меня тоже денежная профессия Через год у вас какой-то переломный период Да, чем занимаетесь? Сценарии И что, прям покупают? Конечно Да То есть над этим приходится долго работать Но я очень устичу Что купить можете на это? Квартира-то у нас есть? Квартира есть А что так строго? Что купить можете на это? Ну, потому что сам говорит Переломный период у него Может у него и кола, и не двора Ищет себя А папка богатый? Если ищите, то ищите дальше Только не морочите нам голову Нам вот замуж надо Папанька-то подарит мне, боюсь Если у вас серьезное что-то А папа у нас богатый? Скорее мама Мама Скорее мама Мама богатая Мама не богатая Мама очень влиятельная Ага Это я, что ли, ваша мама? Похож на меня У вас тоже тут родимое пятно? Поздоровался По-японски с китаянкой Говорит по-арабски Вообще Где находится Сам не понимает Ну-ка, похвалитесь Как вы там реку ледяной переплыли? Что за история была? Глупейшая история Кто вам ее рассказал? Я же ясновидящая Да И яснослышащая Мы открыли плавательный сезон В реке Когда еще на середине лежал лед И вы поспорили? Да Я поспорил, что Я нырну просто туда Под лед? Да И мы поспорили на Нет, не под лед Здесь вода была Просто она очень холодная Там, ну, два градуса максимум И я отправил ребят за коньяком Не чтобы выпить потом Хотел спросить, кто выпил? А растереться Да Да И, значит, нырнул, доплыл Принес им кусочек льда А ничего не отморозили себе? У вас все в порядке? Нет, я же закаляюсь Вы что? Я тренер по фитнесу Как я мог отморозиться? Понятно Как много у вас профессий К 27 годам И бармен И системный администратор Против воли Приходится как-то И сценарист Ну, то есть Крутитесь вы жестко, я смотрю А детишек когда хотите? Сейчас Прямо сейчас? Хорошая перспектива Редко Уходим? Уходим Ну, хорошо Вам хочется сейчас детишек А мне хочется посмотреть на сюрприз Проходите, пожалуйста Покажите Я прочту стихи, если можно Высоцкий Владимир Семенович День такой Тепло и не тает Видно, есть у природы ресурс Ну и как это часто бывает Я ложусь на изведанный курс Сердце бьется Как будто мертвецкий пьян я Словно по горло налит Словно выпил я шесть по-турецких Черных кофе Оно и стучит Пить таких не советует Дос Но не советует даже любить Есть приятель один виртуозно Он расскажет, что можно не жить Но жить можно Жить нужно и много Пить, страдать Ревновать и любить Не тащиться по жизни у Бога А дышать ее Петь ее, пить Надо так Чтоб когда подытожил все, что сделано Чтобы сказал Но все же неплохо я пожил Пил, любил Ревновал И страдал Спасибо вам большое, Дмитрий Вы можете с твоим подругами Продобрать комнату Спасибо большое Так, сейчас посмотрю Что они скажут Девочки, слушаю вас Он очень творческий человек Видно, что он такой Так сказать, артистичный Ну, честно говоря Я не знаю, что он на самом деле хочет И что у него в голове Как-то немножко подозрительный Интересно будет именно дружить Общаться Ходить куда-то Насчет семьи Я не уверена Но это не мужчина Они задали самый главный вопрос Какой ты? Постоянный, ветреный? А я ветреный Я сразу говорю Что вы скажете? Мне кажется, это то же самое Очень интересно Молодой человек Ну, как бы Создать семью Я бы его восстановила Ты моя хорошая Она так шутит хорошо А вы зря, девочки Вот в корень не зрите Ну да, вот он какой-то такой Вот интересный Творческий какой-то Да, очень Ну не в себе Господи Пускай даже ушел в себя Вернется не скоро А вы как раз делами займетесь Каким-нибудь Раз вернулся Все в порядке А вы пока делами Правильно Кстати, хорошие советы она дала Творческое время Так на расстояние Ну что, девчонки Определились с выбором Кого советуете? Первого Александра Спасибо Я тоже за первого Александра Александра, что расскажи вообще Когда, что ты там согласна? Ну я хочу сказать Илья мне понравилось И я хочу с ней построить Серьезные отношения И она счет выйдет И не выйдет она ко мне в комнату Это будет интрига И для меня И для всех вас Роза? Я тоже за Александра Я тоже за Александра Хотя все парни мне внешне понравились Но вот подход Нравится у Александра Еще раз повторюсь Почему? Цветочки подарил Пускай черепашка Аж пускай Продумал Представляешь? Да, а вот ребят Просто себя принесли Показали Нет, не готовы И главное Внимание Значит будет оказывать женщина Вот как заявишь Так, собственно говоря Оно и будет Согласна Александр, конечно Сань, самый достойный Это и был уже вид Изначально Дмитрий очень любит Вот последний наш жених Очень любит такой тип Темперамента женщин Как у вас Но уже это с вами долго Он действительно не сможет Он деспот И в отношениях Он всегда будет задавать тон Мне кажется, что я не подхожу Ей подходит больше Денис Из вот второй кабинки И поэтому, если она зайдет То вряд ли я с ней выйду Разумеется, Александр Я с самого начала сказала Несмотря на некоторую Сложность натуры Несмотря на некоторую страстность Это тот человек С которым у вас могли бы Сложиться отношения Все-таки Поэтому из троих женихов Имеет смысл выбрать Ну, именно его Потому что Дениса Я бы не рассматривала Лия, ну, я думаю Вы будете руководствоваться Своим сердцем Своим разумом Поэтому проходите туда Куда вас Это самое сердце поведет Мы вас поддержим В любом случае Первый, второй, третий, да? Да Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте смс их номером По телефону 4-4 Виктор, 36 лет Номер 1937 Трейдер увлекается Бодибилдингом и йогой Мечтает о частном самолете Строить загородный дом Ищет жгучую брюнетку С шикарными формами Ярослава 24 года Номер 1938 Дизайнер винтажных шляпок Интересуется эзотерикой И занимается йогой Ищет одухотворенного Интеллектуала Готового к экспериментам Мы не знаем, выйдет ли я на дна Или с избранником Но я приглашаю всех выйти И поддержать ее решение АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что пришел Он старался Он старался Спасибо Значит, я почему тебя выбрала? Потому что хочу научиться Тебя сварить сутки черепах У нас есть пара Лиян и Александр Если вы тоже хотите Обрести свое счастье Заполняйте анкету На сайте Первого канала Если вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс С именем героя На номер 4-4 Я Ларисе Бузееву Желаю, чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожениться Удачи Я стеснительный Очень стеснительный Ой-ой-ой-ой-ой Пакующий Стесняющийся Мужетек Страшновато, конечно Учитывая еще одного мальчика 14 лет Давай я останусь с друзьями А я тебе буду просто Витамины приходить Покупать И все Я купила себе фуру И выложила в социальных сетях Фотографии Вот Катя приехала Там с рейса Такая потная Вонюченькая С грязной головой Где мои носки? Только что приехал Где носки, дорогая? Ищи сам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok